Сегодня мы записываем 503 выпуск открытой политики, записываем его все еще из Стамбула. Наверное, это крайний выпуск открытой политики из турецкого города в этом году. На следующей неделе я уже вернусь в Уфу, и мы с вами будем общаться значительно более близко, чем последние три недели, когда я делал это из прекрасного Стамбула. Ну, я отдохну, все хорошо, я возвращаюсь. Субтитры создавал DimaTorzok подельники Бекметов, Куров и Сафин от трех до пяти лет лишения свободы. Суд установил, что все эти граждане намеренно и осознанно причинили существенный вред бюджету Республики Башкортостан и бюджета Российской Федерации. Приговор группе Беляева-Кучербаева является знаковым событием, еще и потому, что окончательно разрушает тезис Радия Хабирова о том, что какие бы ни были делишки и какие бы дела не числились за членами его команды, он обязательно их прикроет, обязательно отмажет от ответственности и обязательно обезопасит своих подчиненных от последствий того, что они творят. Он всегда придет им на помощь, он отмажет и избавит их от ответственности. Это принципиальное изменение ситуации. Чиновники от мала до велика теперь понимают, что трудиться на карман Радия Хабирова и его соратников не просто небезопасно, а на самом деле опасно. Опасно до состояния попадания в тюрьму. И первые признаки этого прозрения мы наблюдали уже на минувшей неделе. В деле руководителя хозяйственного управления администрации Хабирова господина Аглесламова прозвучала интересная деталь. Этот самый мужчина, который обвиняется в злоупотреблениях при приобретении тех самых злосчастных пиксельных елок, однозначно на суде дал понять, что он готов озвучить фамилии тех сотрудников администрации главы Республики Башкортостан, которые ему приказали, указали приобрести вот эти самые елки у дружественной компании из Калининграда Clearlight Rus. Ну, правда, господин Аглесламов, видимо, все еще надеется на содействие ради Хабирова и еще не назвал эти фамилии, но уже пригрозил их назвать. То есть он напрямую обратился к Хабирову, чтобы тот что-то предпринял, либо, как говорится, он начнет колоться и сдавать подельников. Это очень симптоматичная вещь, и тут как бы есть опасения того, что на суде, когда Аглесламов поймет, что никто его прикрывать не собирается, как бы не прозвучала фамилия самого Хабирова в деле о пиксельных елках. Но тут мы пока можем только предполагать. Напомню, что сейчас под следствием или под подозрением о злоупотреблениях с бюджетными средствами разных уровней или иными активами государства, речь идет о земле, зданиях, сооружениях, Так вот, под этими подозрениями и следствиями находятся десятки членов команды Хабирова, так называемой команды Хабирова, и все они надеялись на заступничество дорогого Ради Фаритовича, который декларировал безостановочно то, что он своих не сдает, что он даже находящихся под следствиями под судом министров не увольняет, а ждет их счастливого возвращения в строй. Так вот, теперь все эти десятки подследственных и подозреваемых могут расслабиться и заняться своей судьбой самостоятельно, потому что Хабиров, очевидным образом, не собирается вызволять их из этих ситуаций. И ситуация с Беляевым и Кучурбаевым окончательно ставит крест на единстве этой самой команды и на круговой пороке, вот на том самом, в общем-то, бандитском принципе своих не сдаем, который декларировал без конца четыре последние года дорогой Ради Фаритович в открытом и не очень пространствах. На прошлой неделе в адрес открытой политики пришло очень много обращений. Здесь и тутовый шелкопряд, который пожирает деревья в республике Башкортостан, здесь и хитрые подрядчики на ремонте подъездов, жители ловят их на каких-то подлогах и фальсификациях. Обманутые дольщики просят помощи, десятки писем о злоупотреблениях и темных делишках чиновников на местах. Вот такая почта была у открытой политики, и мы хотим и будем помогать информационно всем, кто просит помощи, кто просит озвучить их проблемы. А вы, наши зрители и подписчики, не забывайте понемногу помогать нашему каналу. Еженедельные 100-200 рублей точно не сделают вас беднее, но абсолютно точно дадут нам возможность продолжить нашу деятельность, продолжить помогать вам освещать события, освещать те злоупотребления, которые происходят в республике, но и, собственно, продолжить нашу деятельность. Помочь нашему каналу, к сожалению, можно единственным способом, это расчетный счет, который мы публикуем с пометкой пожертвования. И еще раз напомню, что все эти деньги идут исключительно на эксплуатацию канала, а вовсе не в мой карман, на мой отдых или на какие-то иные блага для меня лично. КОНЕЦ Буквально три минутки назад. КОНЕЦ Здравствуйте. Здравствуйте. Тут, по-моему, телезаправки, телезаправки, где, на против, белый, где получается ЖД. КОНЕЦ 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 Очень странное заявление сделал на прошедшей неделе бывший милиционер, ныне сделанный министром строительства Республики Башкортостан Радель Саетов. На фоне того, что в Уфу привезли наконец-то этот злосчастный купол минорета мечети Ар-Рахим, господин Саетов поспешно заявил, что строительство мечети Ар-Рахим возобновляется. То есть, более того, он сказал, что оно возобновилось, и очень скоро вокруг мечети появится много-много красивых цветочков, которые высадят на радость жителям. Правда, экс-милиционер тут же добавил, что он подолгу и основательно размышляет насчет того, кто же будет достраивать эту мечеть и на какие деньги будут достраивать эту мечеть. Ну, оценить масштаб мыслительной деятельности выдающегося милиционера-строителя, видимо, нам предстоит еще в будущем. А пока долгострой Ар-Рахим на самом деле остается в том состоянии, в котором он оставался последние годы, ничего там не меняется, возможно, действительно, цветочки вокруг и появятся. Вот этот злосчастный купол, конечно же, водрузят на место, но считать это каким-то выдающимся достижением, конечно, не получается. Остается нам только завидовать и недоумевать, как же удалось султану Ахмеду Первому еще в 17 веке с нуля построить грандиозную голубую мечеть в Стамбуле на 10 тысяч прихожан. И все это ему удалось сделать за 7 лет, в отличие от тех султанов, которые, сменяя друг друга, правят в нашем Башкортостане. Обманутые дольщики Башкортостана, похоже, наконец-то поняли, что все уговоры Ковшова и прочих хабировских товарищей не устраивать никаких акций, ничего не требовать, сидеть тихо и ждать счастливого разрешения их проблем. Все эти уговоры оказались всего лишь тактической уловкой в стремлении понравиться Кремлю и показать, как все спокойно и ладно и тихо, мирно в этом хабировстане, которое вот здесь у нас сейчас в Башкирии устраивается. Сам Хабиров, напомню, обещал к концу 2023 года кровь из носу полностью решить проблему всех обманутых дольщиков. И вот уже к июню месяцу обманутые дольщики наконец-то поняли, что их водили за нос. И в частности дольщики жилого комплекса Первомайский вышли с плакатами и требованиями прекратить ту ситуацию, которая происходит вокруг их объекта. Надо сказать, что Следственный комитет мгновенно возбудил уголовное дело в отношении неопределенного круга лиц, но по статье 159 мошенничество. ЖК Первомайский строился неким ООО «Маштехстрой», который ассоциируется с гражданином Рубашкиным, который, ну, как бы, видимо, там был учредителем и главным начальником в этой стройке. Вот такое мгновенное действие Следственного комитета говорит о том, что сейчас действует некое негласное соглашение, что если на объекте нет протестов, то тогда застройщик и дальше может что-то там сидеть, мыслить и думать и мутить, но при этом ничего не предпринимая для разрешения проблемы дольщиков. Но если протест состоялся, то мгновенно будет заведено уголовное дело. Складывается такое впечатление, что вот такое условие сейчас поставлено застройщикам. Судя по всему, обманутые дольщики обрели, наконец, ощущение уходящего поезда, и они поняли, что в декабре 23-го года, когда срок обещания, исполнения обещания ради Хабирова истечет, суровые дяди в костюмах объяснят им, как непатриотично, как стыдно вообще требовать что-нибудь у Родины в такой тяжелый момент, и, как говорится, придется вам еще подождать, возможно, целую вечность. Вот и теперь обманутые дольщики, судя по всему, пытаются запрыгнуть в последний вагон этого уходящего поезда, выдвигая свои требования уже публично. Еще немного о нюансах строительства в Республике Башкортостан и в Уфе. 9 июня судья Попенова ТВ отказала в иске в отношении администрации города Уфы со стороны жителей скандально известного дома Пошатар-Уставели-5, и этот иск заключался в том, что жители требовали признать незаконную планировку и проект межевания территории, граничащие с их домом, то есть предотвратить строительство там дома ПСК-6. Истцы Мазитов и Латышева теперь будут обязаны оплатить стоимость экспертизы и расходов на юридические услуги со стороны ПСК-6. В этом судебном процессе это очень большие на самом деле суммы, они лягут на плечи вот этих истцов. Примечательно, что главная активистка дома Шатар-Уставели-5 Аллы Яковлева в число истцов вовсе не входило. И финансовую ответственность ей нести не придется. Она, как говорится, в сторонке. Ей ближе вот этот вот акционизм с чьими-то там кишками, которые она зачем-то принесла Хабирову в Белый дом буквально накануне. Ну, что-то там символизируя тем самым. Ради Фаритович в 2020 году, 16 сентября в дворе, на фрагментах нашего двора, дома Шатар-Уставели-5 и Курлюфа, сказал, что будете со мной воевать, кишку порвете. Вот мы, жители, принесли кишку Ради Фаритовичу. И мы уверены, что Ради Фаритович сможет серьезно разобраться с теми, кто нарушил его серьезное решение, и кто пошел против его серьезного решения, и выяснить сможет, кто кому порвал кишку. Ну, хорошо устроилась Алла, молодец, сообразила, что, как бы, кошельком, карманом своим отвечать она не готова, а гражданам Мазитову и Латышевой, ну, остается только посочувствовать и надеяться, что для них это будет уроком не вестись на уговоры всяких Чеховых и Яковлевых, соответственно, в будущем они будут более осторожны, ответив собственным карманом за вот такую вот неосмотрительность. Очередная точка экологического противостояния между населением и братвой Хабирова формируется на карте Республики Башкортостан. В этот раз это вовсе не за Уралия, а село Охлебинино и Глинского района. Жители села с удивлением обнаружили, что Хабировская команда выдала лицензию на разработку общераспространенных полезных ископаемых для некого ООО «Бактрейд» за номером 013-786-ТЭ в непосредственной близости от села Охлебинино. Жители села считают эту местность отведенную для разработки полезных ископаемых природоохранной зоной, что на самом деле надо еще уточнить, я точно не могу утверждать, что это так. Ну и жители начали сбор подписей с обращением к президенту Российской Федерации, к главе Республики Башкортостан и в прокуратуру Российской Федерации с требованием не допустить разработки полезных ископаемых в окрестностях села Охлебинино. Также жители этого села планируют провести народный сход, в чем, собственно, им никто не сможет попрепятствовать по модели того, как это случилось в селе Темясово и Шмурзино. На этом народном сходе жители Охлебинино планируют заявить свое несогласие с разработкой полезных ископаемых в окрестностях села и потребовать отзыва этой лицензии для ООО «Бактрейд». Ну, будем наблюдать, будем смотреть, насколько это удастся провести этот сход жителям Охлебинино, насколько они будут едины в своих мнениях. Насколько мне известно, сейчас уже собрано более 200 подписей под обращением. Перепуганные народным эко-гневом власти продолжают давить на активистов. В селе Темясово к активистам пришли полицейские с многочисленными звездами на погонах, там даже подполковники какие-то были, и составили административный протокол о нарушении правил проведения массовых мероприятий. Ну, собственно, пожалуй, это запоздалые меры, потому что поезд-то уже ушел в селе Темясово и Ишмурзино, все вопросы были рассмотрены и поставлены. Некоторые политические силы Республики Башкортостан пытаются понравиться властям, видимо, на фоне грядущих выборов в госсобрании. Особенно глубоко лизнула, конечно, власть Коммунистическая партия, ее Республиканский комитет в Республике Башкортостан. В частности, риском КПРФ РБ осудил участие членов партии в экологических протестах и обязал членов КПРФ не участвовать в них. Об этой позиции КПРФ, конечно же, должны помнить все избиратели Зауралия и вообще всей Республики Башкортостан, когда они в сентябре отправятся голосовать на избирательные участки по выборам депутатов Государственного собрания. Лично я призываю жителей Республики Башкортостан на фоне вот такой позиции КПРФ, конечно же, ни одного голоса в их пользу не отдавать. Впрочем, в самой КПРФ, в ее башкирском филиале уже мнения разделились. Партийные ячейки Баймака и Учелов осудили оппортунизм Респома КПРФ по Республике Башкортостан и выступили категорически против оппортунистической позиции Ющенко и Кутлугужина. Мы, коммунисты Учаринского горрайонного отделения, выражаем протез и категорически против публичного заявления на сайте Респома Республики Башкортостан в части осуждения наших товарищей. Сама по себе статья провокационная, ничем не обоснованная. По просьбе наших однопартийцев с Баймакского района на общем собрании нашего отделения было принято решение о направлении наших товарищей на сход Тимясова для поддержки народа. Так как мы всегда стояли и будем стоять рядом с народом, так как сами из народа. Не зря на нашем партийном логотипе написано «Народовластие», а сход – ничто иное, как один из видов народовластия. Что-то явно прогнило в этой партии, прогнило основательно и давно. Мэр Уфы Мавлиев, похоже, начинает медленно, но верно понимать, что нефтекамская братва, которую он превратил в уфимских городских чиновников, не подходит для управления миллионным городом. На прошедшей неделе Мавлиев внезапно уволил своего нефтекамского приемыша Дамира Галиулина, который в ранге заместителя мэра Уфы курировал вопросы взаимодействия с предпринимательством. Судя по всему, это взаимодействие превратилось в традиционные нефтекамские схематозы, а с Ратмиром Рафиловичем, как говорится, не посоветовались и не поделились. Впрочем, предполагать можно и что-то иное, но, тем не менее, я считаю, что на самом деле делами замов Мавлиева должны заниматься правоохранительные органы, и увольнение здесь, на мой взгляд, минимальное наказание, которое должны они понести. При этом действия самой мэрии Уфы не перестают вызывать вопросов у жителей Уфы. Например, решение о закрытии детского сада номер 238 по улице Парковой 6 и перепрофилирование в дальнейшем помещения этого детского садика в некий центр дополнительного платного образования вызвало волну негодования и вопросов у родителей, которые вводили в этот детский сад своих детей. Отдел образования Октябрьского района, к которому относится этот детский сад, заявляет о нерентабельности детского сада и обвиняет в этой нерентабельности руководство детского сада. При том, что сам отдел образования формирует и состав детей, которые ходят в этот детский сад, и регулирует очередь в этот детский сад. И, в общем, полноценно занимается этим детским садом, при этом детский сад оказывается нерентабельным. И все это происходит на фоне колоссального дефицита мест в детские сады в миллионной Уфе. Вот такие действия, конечно, не могут не вызвать недоумений, возмущения в адрес мэрии города Уфы. Стало известно, что генеральный директор футбольного клуба Уфа, подельник Мурзагулова и большой специалист по карточным раскладам Шамиль Газизов, вслед за ведущими игроками и тренерами команды, покидает тонущий корабль башкирского футбола. Доподлинно неизвестно, в каком направлении скроется господин Газизов, воссоединиться ли он со своим товарищем-иноагентом Мурзагуловым, с которым они долго и плодотворно эксплуатировали тщеславие Хабирова по части спортивных достижений. Но хочется все-таки крикнуть в спину уходящему Газизову, где деньги, Шамиль? Где все эти бюджетные десятки и сотни миллионов рублей, которые вкачивались в футбольный клуб Уфа так или иначе из бюджетных и небюджетных источников в надежде на то, что футбольный клуб Уфа порадует своими победами ради Хабирова и населения нашего миллионного городка? Ну, не случилось, да? И Шамиль Газизов с гордо поднятой головой, обиженный, наговорив много всяких гадостей в адрес властей республики и Уфы, значит, отправляется куда-то там далеко. Опять же, повторюсь, наверное, следует, наверное, тщательно и подробно выяснить целесообразность, целевое использование и прочие-прочие параметры, которые применяются, когда в финансировании каких-либо предприятий участвуют бюджетные деньги. Надо доподлинно выяснить, правильно ли тратились эти деньги, которые туда вкачивались, и куда они делись, в конце концов, если футбольный клуб пришел в такой упадок при, в принципе, нормальном финансировании на протяжении, простите, многих лет? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!